Консервативный кузов, преимущественно атмосферные моторы, классический автомат. С таким набором характеристик сделать что-то яркое и впечатляющее в бизнес-классе не так-то просто. Но у Мазды 6 это получается уже много лет. И столько же времени шестёрка подвергается критике. За что? Красивый кузов Мазды нуждается в защите. Без оклейки плёнкой сколы на кузове седана будут появляться чуть ли не ежедневно. Вот такое у шестёрки качество ЛКП. Электропривод-зеркал заднего вида в Мазде ломается часто и легко. Из опыта Светланы из Омска. Через два года после покупки перестали складываться боковые зеркала. Повезло, что поменяли по гарантии. Качество сборки салона иногда оставляет желать лучшего. То тут, то там возникают скрипы и сверчки. Куча сверчков зимой. Скрипит всё, что только может скрипеть. Жалуется Евгений из Томска. Кожаный руль в Мазде нужно беречь. Иначе он быстро превратится в затёртое нечто. От этой болячки Мазда избавилась только в ходе последнего обновления. Кожа на руле у Мазды 6 очень нежная. Поездив немного, уже появились потертости. И тут как раз мне подарили оплётку руля. Внешне смотрится нормально. Не скользит, сидит плотно. Деваться некуда, буду использовать. Делится опытом Вадим из Кемерово. Несмотря на все рестайлинги, у Мазды не нашлось для шестёрки современной мультимедийной системы. Мультимедийка в седане безнадёжно устарела. Графика навигации, как в автомобилях десятилетней давности. Картинка с камер кругового обзора такого качества, что без слёз не взглянешь. Меломанам в Мазде будет грустно. Особенно, если седан оснащён базовой музыкой. Играет она посредственно. Топовая для шестёрки аудиосистема Bose с 11 динамиками, тоже далека от идеала. Фонарик владельцу шестёрки не помешает. Внутренний свет в салоне очень слабый. Если здесь что-то искать в темноте, то шансов найти немного. В бардачок Мазды лучше не заглядывать. Расстроитесь. В довольно дорогом седане он сделан из дешёвого пластика. Обивки внутри тоже не предусмотрено. С подлокотниками у шестёрки явно что-то не так. Левая рука не достаёт до подлокотника на двери. Центральный подлокотник расположен далековато, а сдвинуть его не получится. Регулировки по длине у него нет. Но если всё же на него облокотиться, то он начинает нещадно скрипеть. В богатой комплектации Мазды есть несколько странностей. Лобовое стекло в шестёрке греется не полностью. Стекло подогревается только в зоне покоя стеклоочистителей и вдоль передних стоек. Есть память сидений, но настройки положения зеркал запомнить нельзя. При включении задней скорости звук в колонках не приглушается, чтобы можно было слышать только парктроники. Не смертельно, но у конкурентов это есть. Система iStop появилась в Мазде во имя экологии и экономии, но постоянно портит нервы владельцам седана. Из опыта пользователя с ником For the Boy из Тюмени. Всё время забываю сразу отключать iStop. Мало того, что она уменьшает ресурс систем запуска двигателя и ничего не экономит, так ещё и убивает кучу нервов. Когда на перекрёстке тебе нужно налево, и ты планируешь резко ускориться, то из-за музыки и работающего кондиционера не замечаешь, что движок заглушен, и быстро стартануть не получается. Задний диван в Мазде полон компромиссов. Из-за покатой крыши приходится пригибаться при посадке. Пороги широкие, а проёмы наоборот узковаты. Неудобно. На нехватку места жаловаться грех. За высоким водителем сядет такой же высокий пассажир и даже не будет касаться коленями передних кресел. Но будет ли ему удобно? Вряд ли. Низкий потолок почти касается головы, а угол наклона спинки дивана мешает принять расслабленную позу. Хочется поставить спинку вертикальнее, а никак. Удобств для задних пассажиров по меркам класса – минимум. В подлокотнике есть пара подстаканников. Возможен обогрев дивана, но собственный блок климата и шторки на боковых стёклах невозможны ни за какие деньги. Мазде 6 очень не хватает нормальной шумоизоляции. Особенно её не достаёт в районе дверей, и колёсных арок. Чуть тише в салоне шестёрки стало только после второго рестайлинга. Но всё равно доработка шумоизоляции остаётся любимым увлечением владельцев. В рестайлинге шумоизоляцию явно улучшили. Фоновый шум типа пеликанье светофоров, звуков из другого транспорта и толпы шумка отсекает хорошо. С другой стороны слышно и двигатель. И что особенно неприятно – пескоструй в арках. Делится впечатлениями Вячеслав из Майкопа. Но Мазда 6 всегда стояла особняком среди одноклассников. И даже с таким списком недостатков её любят и покупают. В чём причина? Внешне Мазда 6 хороша независимо от года выпуска. Седан производится уже почти 10 лет и всё так же впечатляет ладным, стильным, ничуть не устаревшим экстерьером, который с годами меняется лишь незначительно. Низкая крыша, длинный капот, стремительный силуэт – настоящая современная классика, верно подметил Дмитрий из Владивостока. Мазда целит в сегмент немцев, поэтому дизайн и снаружи, и внутри выдержан в строгих, но очень гармоничных линиях. Несмотря на стремительный силуэт, дорожный просвет у шестёрки солидный – целых 165 мм. Клиренс очень приличный для машины этого класса. «Езжу спокойно, нигде ничего днищем не задеваю», – пишет в своём отзыве Сергей из Оренбурга. Имидж у Мазды другим одноклассникам на зависть. Шестёрка не встречается в таксопарках. Чиновники этот седан тоже не жалуют. Вот почему так редко можно увидеть Мазду скучного чёрного цвета. Передние кресла у Мазды 6 хороши в любой из версий. Дорестайлинговые кресла отличались ярко выраженной боковой поддержкой. При этом, сидя в них, можно легко одолеть не одну сотню километров. После рестайлинга сиденья стали менее спортивными, но остались удобными. Оптимальный профиль и большие диапазоны регулировок никуда не делись. Появилась возможность заказать вентиляцию. В ходе двух рестайлингов Мазды серьёзно перекроили интерьер. Материалы отделки и раньше были хороши, а стали прямо-таки лучшими в классе. На эргономике эти изменения никак не сказались, она практически образцовая. Например, мультимедийкой легко управлять, не отрывая взгляда от дороги. Прав пользователь с ником Ozyos из Москвы. В машине всё на своих местах. В целом к эргономике не придраться. Отличный трёхспицевый руль, удобная напольная педаль, высокий подиум тоннеля. Доступное и понятное управление функциями на центральной консоли. Климатом можно пользоваться, не глядя. По цифрам багажник Мазда 6 не поражает объёмом. Всего 429 литров, но в реальной жизни этого вполне достаточно. Пара больших чемоданов умещаются здесь без проблем, а над ними даже остаётся место для ещё одной сумки поменьше. Для перевозки длинномеров есть возможность сложить по частям спинки дивана с помощью специальных рычажков. С погрузкой проблем не будет, проём багажника широкий. И о практичности в Мазде позаботились. Багажник имеет аккуратную отделку. Петли заботливо прикрыты специальными накладками. Справа и слева предусмотрены ёмкости для мелочёвки. В этом поколении Мазда 6 оснащается тремя двигателями. Базовые моторы седана в ходе обновлений никак не менялись. Это атмосферные бензиновые четвёрки из серии SkyActiv объёмом 2 и 2,5 литра, которые развивают, соответственно, 150 и 194 лошадиные силы. Эти моторы отличаются очень высокой для бензиновых агрегатов степенью сжатия, но на их надёжности это никак не сказывается. При хорошем обслуживании эти двигатели проедут 300-350 тысяч километров без серьёзных проблем. Главное регулярно менять масло и следить за качеством топлива. В ходе последнего рестайлинга Мазда получила новый 2,5-литровый турбомотор мощностью 231 лошадиная сила. Больших проблем с этим двигателем также не замечено. Моторы Мазды чрезмерным топливным аппетитом не страдают. На экономию работает и то, что Мазда Худышка-шестёрка – один из самых лёгких седанов в классе. «Если ехать до 120 км в час, то расход составляет 6-7 литров, по городу 9-9,5 литров. В среднем у меня получается 8,2 литра», – пишет в своём отзыве Игорь из Сургута. «Управляется Мазда 6? Отлично! Седану досталось очень талантливое шасси. Как она рулится? Это сказка! Прям цепляется в асфальт будто когтями. В повороты можно с уверенностью заходить на приличной скорости», – пишет в своём отзыве Антон из Рязани. Азартной езде на Мазде способствует не только хорошо настроенная подвеска, но и отличные тормоза. Они отличаются весьма удобной настройкой привода и высокой информативностью. Главные плюсы автомобиля Мазда 6 – неустаревший внешний дизайн, хорошая эргономика, удобный багажник, отличная управляемость, надёжные моторы. Основные минусы – слабое ЛКП, огрехи сборки, устаревшая мультимедийная система, мало комфорта на втором ряду, посредственная шумоизоляция. Подводя итог, можно сказать, что Мазда 6 – самый яркий автомобиль в бизнес-классе. Шестёрка производится много лет, но до сих пор не устарела. У неё эргономичный салон с качественной отделкой. Задний диван и багажник рекордов не ставят, но со своими задачами справляются неплохо. Рулится шестёрка, как и раньше, очень интересно. Не подведут и надёжные двигатели. При таких весомых плюсах уже не хочется обращать внимание на посредственную шумоизоляцию и слабое ЛКП. Поэтому неудивительно, что оценка, набранная Мазда 6 в читательском рейтинге Дрома, составляет очень достойные 8,9 баллов. Благодарим за помощь в съёмках дилерский центр Рольф Алтуфьева. Друзья, ну вот наше видео и подходит к концу. Не забывайте ставить лайки и писать в комментариях, какие ещё машины вы хотели бы увидеть в видео отзывах Дром. И самое главное, подписывайтесь на канал Дром. До скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!